Главная новость дня, террористы вместе с заложниками-добровольцами прибыли в село Зандак, Веденского района Чечни. Об этом сообщили в оперативном штабе МВД Дакистана. Ожидается, что там будут освобождены заложники, однако подтверждения этого пока нет. А в течение дня события развивались так. Галлонна автобусов, в которой 139 добровольцев и 73 террориста, продолжала движение после 6-часовой стоянки в Касавюрте, где Шамиль Басаев выдвинул новые требования. Было заявлено, что письменные гарантии безопасности должен предоставить глава правительства Виктор Черномырдин или министр внутренних дел Виктор Ерин. Ранее Басаев в ходе переговоров по рации с оперативным штабом МВД Дагестана требовал письменной гарантии безопасного проезда до села Доргове, Веденского района Чечни, от командующего группировкой федеральных сил в Чечне Анатолия Куликова. Но тот отказался подписывать какие-либо бумаги и подчеркнул, что подчиняется только своему руководству. Среди добровольных заложников заместитель главного редактора программы «Время» Виктор Кузнецов, корреспондент «Вести» Алексей Самолетов. Во время стоянки ему удалось передать репортаж в редакцию. Мы находимся сейчас в Хасавюрте, Хасавюртского района. Недалеко отсюда находится селение Зандак, где, как нам сказали, бойцы Шамиля Басаева отпустят всех добровольцев, которые выехали вместе с ним из Буденновска, в обмен на то, чтобы несколько тысяч заложников, которые вот пять дней находились в Буденновске в больнице, были отпущены с работой. Могли бы вы обрисовать ситуацию вот на данную минуту? Смысл в том, что был отговорен маршрут, который по телевизору все говорили. То есть маршрут Буденновск, Вильнакумск, Моздок, Братская, Грозный, Шали, Вильнакумск. Теперь проблема возникла, несколько километров не доезжая до Моздока. На вертолет, два вертолета на дорогу опустились, и генерал-майор один передал вот этот приказ. Приказы этого исходят от Куликова, генерал-полковник, где написано «Колонну с боевиками и добровольцами сопроводить только в обход Чеченской республики через Кизляр, Хасаю, Назандак. Назандаки освободить добровольцы и далее Шамиль Басаев на автобусах через Дорго пусть движ наведено самостоятельно. Это не противоречит заявлению правительств Российской Федерации», написано. Вы согласны с таким ходом? Нет. В тот момент я был согласен, потому что это была чистейшая водопроводная провокация. Исключительно из-за того, что со мной были добровольцы, числа заложников приехали, именно наши безопасность охранять, плюс депутаты, плюс вы журналисты были. Исключительно из-за этого я, чтобы избежать всяких эксцессов, выбрал, согласился на этот маршрут, на все согласился. Сейчас мы здесь пересекаем границу. Это уже Чеченская республика. Вопрос, разница в том, оккупированная часть или неоккупированная. Это для меня. Для них-то это Российская Федерация, но для меня это отдельная республика. Теперь мы пересекаем границу и все. Как вот здесь написано, это не противоречит заявлению правительства России. Так и здесь скажут, это не противоречит заявлению правительства. Вы уже на территории Чеченской, безопасность, гарантии кончились и будет неприятно. Для себя лично я не волнуюсь. Я волнуюсь за тех людей, которые приехали уже меня защищать. И какие вы решения принимаете сейчас? Поэтому я сейчас вынужден остановиться на развилке центра города Хасавюрта. И пока мне не дадут конкретное обозначение и гарантии. Да вот сейчас сказал вот Зандак. Я согласен на Зандак. Но мне нужны конкретные гарантии, что именно до этой точки. Потому что это не противоречит заявлению. Вот здесь написано, его группы к месту назначения. А место моего назначения в данном моменте это Дорго. А вы хотите сейчас связываться с Виктором Степановичем Черномырдином? Или на каком уровне вы надеетесь принять? А на другом уровне. На другом уровне я не собираюсь связывать и что-то решать. Я не находил ни одного ответственного лица, который имел полномочия, что-то говорит. Тем более могло бы что-то решать. Сейчас вот в этой колонии, которая состоит из семи автобусов и карус, одного рефрижератора, где находятся тела погибших и машин сопровождения, находятся 114 или 116, я точно не знаю число, добровольцев, заложников, 16 журналистов из различных средств массовой информации, в том числе первый, второй канал телевидения, газеты «Известия», «Правда», «Сегодня» и так далее. Здесь находятся 8 депутатов Госдумы и Совета Федерации. И вот дорога была очень трудная. В дороге мы находимся уже практически 20 часов. Сейчас 12 часов московского времени. Сегодня здесь присутствует очень много людей, те, кто встречал пришедшие автобусы. Надо сказать, что и на протяжении всей дороги мы сталкивались с очень большими группами людей, которые показывали ту или иную степень своего отношения к происходящему. Здесь были и приветственные пик, и взмахи кулаками. Сейчас здесь появились еще и представители Красного Креста, которые приехали в Хасавюрт, чтобы ознакомиться с положением раненых, находящихся в одном из Икарус. Машин по-прежнему 7. Точное количество боевиков я назвать не могу, но их немногим больше сотни. Мы сидим в закрытом автобусе. Но будем надеяться, что все закончится благополучно. И, вы знаете, наверное, самое сложное опасение, чтобы не повторилась подобная глупость, как в Буденовске. 50 погибших людей, независимо от их веры в полунациональности, это все-таки 50 погибших людей. К нам относятся очень хорошо, кормят, делятся водой. Ну, вот так вот мы сидим. Притеснений никаких? Никаких притеснений, отношения такие самые доброжелательные. Мы не обсуждаем какие-то темы, так сказать, стараемся этого не касаться. А чисто по-человечески у нас, так сказать, нормальный хороший контакт. И я думаю, что если будет все нормально организовано, если все, так сказать, обязательства сторон не выполнить, то исход будет нормальный. В ответ на требования лидера группы чеченских террористов Шамиля Басаева о дополнительных гарантиях безопасности преследования боевиков из Буденовска на территорию Чечни, правительство Российской Федерации еще раз подтвердило. Все ранее взятые на себя обязательства в данной области, которые содержатся в заявлении Кабинета министров России, будут выполнены. Об этом заявил во вторник, то есть сегодня, во второй половине дня, в Москве пресс-секретарь премьер-министра Российской Федерации Виктор Конов. И тогда около пяти вечера колонна вновь двинулась, двинулась из Касавюрта дальше. Завтра во всех городах Ставрополья объявлен траур. По данным медиков, общее число заложников в Буденовске составляло около 1100 человек. 234 пострадавшие сегодня были в больнице, им была оказана в течение только последних суток медицинская помощь специалистами Минздрава Российской Федерации, которая работает сейчас в этом городе на Ставрополе. И сейчас вы увидите интервью с людьми, которые перенесли весь этот ужас. Трагические события в Буденовске, кажется, заканчиваются. Уже начали анализировать, кто подаст в отставку, кто и как разыграет на выборах Буденовскую карту, что должен был сделать Иван Иванович и чего не сделал Иван Петрович. Информацию из маленького Ставропольского городка мы получали ежеминутно, добавить нечего. Кроме разве что мелких подробностей и эмоций тех, кто видел Буденовскую больницу не по телевизору, а изнутри. Эмоции заложников. Пока не забыли о них, увлекшись разбором полетов. Давайте послушаем. Их освободили во время первого штурма. В городе начался митинг. Они попрятались, чеченны сейчас сидят. А Грачеву, Грачеву сказать, что у нас войсков нету, пусть он их давит, гражданами с шашками всех уничтожает. Все туда гнать их под автоматами. Все. Но в больнице еще оставались люди, много людей. Первое время связь между террористами и окружавшими больницу войсками осуществляли эти двое врачей. Они говорят, что в больнице больше боялись не самих бандитов, а того, что начнется новый штурм. Они расстреляли пять человек. Не будем говорить тут о гуманизме, наверное, не уместим. Это вообще слово, когда стреляют, убивают. Но в общем-то они входили в нашу ситуацию. Попросили они журналистов. Значит, они предложили так. В общем-то, говорит, нам уже эти журналисты не нужны. Это шанс вам спастись, чтобы о вас узнали правду. Подняли журналисты и стрельба. Врачи не должны терять голову при виде крови и страдания, чтобы проанализировать ситуацию и помочь больному. Но в больнице были не только врачи. Одной из заложниц сначала показалось, что вернулась война и город захватили немцев. В полпятого стали потихонечку стрелять. Но мы прислушаемся, мы не знаем, мы думали немцы. А потом стреляли, стреляли, сильнее стали стрелять, сильнее. А там где-то говорят, огонь показался. Но я ребята не знаю. А потому что немцы ушли, чеченые ушли в тот корпус, где вот наши люди. Вот эти. А там больше ничего не могу сказать. А в Краснодаре сегодня были похороны российской журналистки Натальи Алякиной, трагически погибшей 17 июня в Буденовске. Репортаж корреспондентов телевизионной студии «Кубань» подготовлен специально для программы «Время». Приблизительно за час до похорон на Краснодар обрушился ливень, каких давно не было на Кубани. Кажется, сам Господь Бог оплакивает Наталью Алякину. На тихих улицах поселка Пашковского, что на окраине Краснодара, прошли школьные годы тогда Наташи Зинченко. Среди тех, кто пришел проводить ее в последний путь, друзья детской поры. Те, с кем росла, с кем ходила в местную старенькую школу. О ней помнились здесь всегда. Помнили и любили. Угроба родные, близкие люди, друзья, коллеги-журналисты. Судьба отвела ей короткую, но яркую жизнь, главная в которой работа. Пожалуй, трудно найти место, где бы она не побывала. Нагорный Кагарабах, Приднестровье, Москва во время Кучи, в последнее время Чечня, Нефтегорск и вот теперь Буденовск. И отовсюду она несла людям правду, не боясь опасности, которой ожидала ее. Из многих стран в эти дни пришли в Краснодар соболезнования от друзей, собратьев по Перу. Безмерно горе людей. Вот и дождь перестал. Выгонувшее солнце скоро высушит и траву, и листву на деревьях. Но оно не в силах высушить слезы на глазах людей. Наши соболезнования родным и близким. Экстренные меры по борьбе с терроризмом и бандитизмом на территории России обсуждены были сегодня на селекторном совещании в МВД России с участием руководства ФСБ и Генеральной прокуратуры. Правоохранительные органы Москвы по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности. Но со стороны чеченцев, проживающих в столице, к ним сегодня были предъявлены претензии. Пока неизвестно, как большая группа вооруженных боевиков смогла миновать многочисленный блокпосты, заявил заместитель начальника штаба МВД Владимир Васильев. Сейчас проводится выяснение всех обстоятельств случившегося. Проверяется прокуратура и версия взяток сотрудникам ГАИ. Некоторые убиты сотрудники, вот я уже говорил, ГАИ, они ничего уже не могут объяснить. Брали ли они? Почему их убили? Не могут люди эти объяснить. А те, кто может объяснить, кто их убил, они пока еще не в руках правосудия. Штурм здания больницы был вызван не эмоциями спецназа, как сообщалось ранее, а имелся конкретный приказ. По словам Васильева, террористы из окон больницы могли обстреливать весь город. И целью штурма было ограничение сектора обстрела. Бой шел три часа, и боевики израсходовали почти весь свой боекомплект. Надо немного, наверное, подождать, потому что все определится. Это в ближайшее время ведется проверка, расследование. Я полагаю, что, может быть, он был даже не одним руководителем, потому что там не одно же было спецподразделение, вы же знаете. Из-за событий в Буденовске в Москве проходит проверка подозрительных лиц. Васильев считает, что все делается в соответствии с законом. Повальных задержаний на улицах не планируется. Но другое мнение у представителя Чечни при президенте России. Его пресс-конференция состоялась в Белом доме часом раньше. Иса Алиров сообщил, что за последние дни в Москве без всяких оснований задержаны десятки чеченцев. Два дня занимаюсь только тем, что бегаю по Москве по отделениям милиции. Причем это иногда сопровождается издевательствами, как это было в гостинице Украина. Позавчера забрали 15 человек. Их провоцировали, оскорбляли, унижали. А теперь информация из Грозного. Дудаевские формирования в Чечне в понедельник вечером возобновили боевые действия, которые были приостановлены в республике на основе договоренностей, достигнутых на переговорах премьера Виктора Черномырдина с полевым командиром Шамилем Басаевым. Как сообщил Интерфаксу во вторник представитель управления информацией и Минобороны, около 21 часа 19 июня дудаевская группировка численностью до 40 человек напала на расположение морской пехоты в горной лесистой местности на юге Чечни. Атака боевиков была отбита. И все же в Грозном в здании миссии ОБСЕ сегодня продолжены были в прежнем составе переговоры по мирному урегулированию конфликта. Достигнуто соглашение о продлении моратория на военные действия в Чечне. Окончательно согласован блок военных вопросов. Он предусматривает прекращение боевых действий, взаимное освобождение насильственно удерживаемых лиц, прекращение террористических актов и диверсий, разоружение поэтапный вывод войск. Стороны договорились о взаимном прекращении боевых действий на 21-е, 2-е, 3-е число, в течение которых предполагается завершить работу Гербякска. Вчера была застегнута договоренность по прекращению боевых действий, как бы первый шаг. Но, тем не менее, сегодня в некоторых районах Чечни ворвались снаряды и были слышны перестрелки даже в самом городе. Как скоро аргоник будет прекращен? Если будут какие-то провокационные действия той или иной другой стороной, я думаю, что это можно решить путем контакта с самих военных между собой на каждом из участков, там, где такие провокации возможны. Со своей стороны я обращаюсь ко всем и той другой стороной, чтобы стороны воздержались от возможной провокации, чтобы поддержать тот дух, который сегодня целит между диверсиями и атмосферой, которая сегодня у нас есть. Какова роль премьера в освобождении людей? Я считаю, что он провел большую работу, вы ее все видели, но я бы хотел сказать, что вот завтра, насколько мне известно, Государственная Дума будет рассматривать вопрос о недоверии Черномырдину. Я думаю, мы делегация считает, что это было бы просто безумием и трагедия для страны. Сейчас нельзя оставить вообще без власти страну. То, что такое без власти, мы видим здесь. События в Буденновске и ситуация в Чечне в целом были основной темой, традиционной повторником беседы президента России и премьера. Глава правительства проинформировал президента о мерах по нормализации обстановки, принятых премьером. Виктор Черномырдин сообщил Борису Ельцину, где в настоящий момент находятся колонны автобусов с террористами и заложниками, и договорился о своих дальнейших действиях. В связи с трагедией в Буденновске и президент, и премьер изменили свои графики работы. 22 июня Борис Ельцин примет участие в заседании правительства, а сейчас глава государства постоянно держит связь с руководителями силовых министерств Виктором Ерином и Сергеем Степашем. Президент заслушал также доклад секретаря Совета Безопасности Олега Глобова о ситуации в Буденновске. Ельцин поручил ему вылететь на место трагедии с тем, чтобы способствовать регулированию ситуации в регионе и содействовать скорейшему освобождению заложников-добровольцев. О результатах своей работы Олег Глобов доложит президенту на очередном заседании Совета Безопасности, которое будет посвящено событиям в Буденновске. Президент России Борис Ельцин назвал сегодня действия председателя правительства России Виктора Черномырдина по освобождению заложников в Буденновске правильными. И он дал интервью сегодня нашей программе. Сегодня в Кремле, отвечая на вопрос программы «Время», Борис Ельцин исключил возможность дестабилизации ситуации в стране из-за трагедии в Буденновске. Президент сообщил, что выводы относительно этих событий будут сделаны на следующей неделе. Сейчас я направил комиссию. Вчера руководит этой комиссией Олег Иванович Глобов. Она детально изучит все аспекты имеющихся, документов, фактов и так далее. И затем, после приезда, на следующей неделе, будет специально Совет Безопасности, который рассмотрит только один этот вопрос. Почему, как произошло, кто ответственный и кто должен, значит, наказание понести. При этом Борис Ельцин дал понять, что не разделяет критику в адрес премьер-министра Виктора Черномырдина. Мы постоянно, так сказать, с ним контактируемся. И в Галифаксе, и в самолете. Каждые, если не полчаса, то час. Ну, конечно, здесь это само собой. Мы вели работу ВКонтакте, и я не вижу ошибок с его стороны.